iPhone 15 Pro. Горячий, баганутый, проблемный. Всё это вы могли слышать после первых обзоров на новинку от компании Apple. Забудьте всё, что вы слышали до этого в обзорах, потому что вот он, iPhone 15 Pro. И сегодня вы узнаете, действительно ли он стал Pro, или всё, он такой же фейковый Pro, как и прошлые iPhone. Сможет ли 15 Pro соперничать по фотовозможностям Sony Alpha 7C? И насколько он лучше или хуже своего предшественника? Я не спешил выпускать обзор на этот смартфон, потому что много в интернете было и хейта, и хвалили этот девайс. Так что я решил во всём конкретно разобраться. Погнали! Итак, дизайн. Titan вместо стали. Это огромный шаг вперёд. И первое подобное изменение, начиная с iPhone 10. Titan позволил снизить вес прошки с 206 грамм до 187 грамм. А грани сделать чуть закруглёнными. И поверьте, вы сильно недооцениваете эти изменения. Если iPhone 14 Pro надавливал мизинец, им было очень сложно пользоваться без чехла. То этим наоборот. Хочется просто снять чехол и ходить с ним так. Красивая матовая крышка. Красивая шлифованная грань. Ух, какой же он приятный. После того, как Apple позвали блогеров на презентацию в Apple Park, начали появляться фото, что титановая рамка быстро лапается. И отпечатки пальцев на ней сильно видны. Нет, это не так. Эта поверхность не собирает отпечатки. И она стала куда практичнее стали. Толщина она иногда стала больше, чем предшественников. Но вы это никак не заметите из-за закруглённой боковой рамки. А уменьшенные рамки экрана сделали смартфон ещё меньше со всех сторон. И теперь iPhone 15 Pro ощущается в руке, как какой-то мини. При том, что вы получаете 6,1 дюймовый экран. Из остальных изменений. Пропал рычажок изменения беззвучного режима. Теперь это Action Bottom. И не нужно недооценивать это изменение. Потому что она открывает абсолютно новые сценарии использования айфонов. Вы можете включить беззвучный режим. Запустить камеру, включить фонарик. Или запустить какое-то отдельное приложение. И запрограммировать буквально любую команду. Если у вас умный домофон. И вы можете со смартфона открывать подъезд. Вы можете её назначить на эту Action Bottom. Можете назначить любое действие вашего умного дома на эту кнопку. Или попросту. Вы можете запустить таймер на определённое время. И сделать буквально что угодно. Если у вас достаточно фантазии и ровные руки. А USB Type-C порт. Это да. Смешно, что компания, которая принимала участие в разработке порта. Внедрила его позже любой другой компании в свои смартфоны. Но теперь вы можете подключать мониторы, SSD для записи лог-видео прямо на iPhone. И даже интернет по Ethernet кабелю через переходники. Лично я подключал монитор, который ещё и питает iPhone по Type-C. И играл в игры, используя DualSense. Это мини-консоль, которая у вас в кармане. Да, Apple желает превратить iPhone не просто в смартфон, а в настоящую игровую машину. И это не просто какой-то пустой трёп. Apple реально обновили свой процессор. A17 Pro. Да, теперь это Pro. И благодаря ему можно играть действительно в игры по графике, которая может сравниться с PlayStation 5 на вашем iPhone. Да, вы скажете, перегрев. Перегрев, да. Такая проблема была. На первых обновлениях. Уже спустя полторы недели. Apple сказали, да, проблема есть. Держите вам патч. Приходит патч. И он не то, что зарезал производительность. Он увеличил производительность. Уменьшил нагрев. И теперь iPhone действительно очень холодный. И 3 нанометра теперь работают. Да, можно конечно разобраться, в чём разница между техпроцессами. Потому что вариаций очень много. Не бывает такого, что есть 5 нанометров, 4 нанометра, 3 нанометра. Есть очень много нюансов, которые отличаются друг от друга. 4 нанометровый техпроцесс может быть как энергоэффективным, так и наоборот, очень горячим и хуже, чем 5 нанометровый техпроцесс. И эти 3 нанометра, которые использует Apple, увеличили производительность процессора, что мы сейчас по факту и видим. Следовательно, в тестах, таких как Geekbench, мы и видим прирост производительности. Небольшой, да, но он есть. При том, что тепловыделение осталось одинаковым. А основная причина перегрева процессора была в элементарной. Отсутствие оптимизации от сторонних производителей. Такие приложения, как Instagram, Uber попросту нагружали просто по максимуму. Вроде вы запускаете не какой-то Instagram полистать в соцсети, а супертяжелую программу. Поэтому фикс это все и поправил. Но давайте вернемся к производительности. Графический ускоритель. Это то, где мы получили основной перерост. Кроме того, Apple внедрили еще одну очень интересную фишку под названием Apple FX. Это означает, что производители, которые внедрили эту функцию в игры, они позволяют получить выше разрешение, лучше графику при меньшей нагрузке на сам чип. Потому если запустить Genshin Impact, который поддерживает Metal FX. Качество графики можно сравнивать с версией игры для PlayStation 5. И она сильно лучше, чем на любом Android устройстве. Даже на Snapdragon 8 Gen 2. При том, что игра идет максимально плавно, без рывков, с небольшими просадками, но все равно играть очень приятно. Rockfest вообще дал возможность поставить графику, которая превосходит версию с PlayStation 5. Правда, iPhone не смог долго удерживать стабильный FPS и начал сильно просаживать производительность. Но если понизить некоторые настройки, вы получаете стабильный геймплей с минимальным отличием по качеству от версии PlayStation. И это мы сравниваем графику с огромнейшей консолью. Это просто взрывает мозг. Тем более, что геймплей в Rockfest максимально плавный, приятный. Куда лучше, чем на iPhone 14 Pro Max. А здесь, поверьте, графика тоже очень хороша. Потому, Apple, мы просто красавчики. Абсолютно во всех тестах A17 Pro превосходит A16 Bionic. Как в синтетике, так и в играх. Геймплей стабильнее, приятнее, нет рывков и просадок FPS при аналогичных настройках. Да, нагрев в том же 3DMark на 15 Pro дошел до 49 градусов, против 45 на Pro Max. Но давайте учтем размер корпуса. Все-таки это Pro, это Pro Max. Размер просто нельзя сравнить. И здесь тепло лучше рассеивается. Притом, падение производительности оказалось полностью идентичное. 29,8%. Очень недурно. Так что, по итогу, iPhone 15 Pro холодный, не греется в повседневе вообще. Даже на зарядке. И с портфоном комфортно пользоваться. Но вот где новинка не блещет, так это автономность. Да, это уровень какого-то Pixel 7 или Galaxy S23. 7-8 часов работы экрана. Но вот если сравнить с 14 Pro Max, когда мы гоняли все тесты, это 3 часа максимальных нагрузок. Он сел на 62%. Этот на 82%. Разрыв действительно огромный. И вы его ощутите в повседневной работе. И вот мы подошли к самому интересному. Сравнение камер. На бумаге Apple изменили лишь телевик в 15 Pro Max. Теперь он получил 5-кратное оптическое приближение. Обычная же Pro имеет лишь старое 3X с апертурой f2.8. Все точно так же, как в 14 Pro Max. Поэтому давайте сравним. А чтобы сравнение было более интересным, мы добавили в него Sony Alpha 7C. На широкоугольном объективе. И мы выставляли точно такое же фокусное расстояние 24 мм. Что и на смартфонах. Для того, чтобы наглядно посмотреть, сможет ли смартфон... Смартфон... Тягаться с камерой. Сначала хотелось детально разбирать каждый снимок. Но мы поняли, что это вам будет смотреть скучно. Поэтому коротко пробежимся по всем примерам и выдадим вам итог. Днем iPhone максимально доминирует, если фотографировать цветы, архитектуру. Особенно если сзади есть яркое небо и тень. Apple сильно подтянули алгоритмы камеры. А 24 мегапикселя позволили добиться неимоверной детализации. Которой практически не уступает альфе. Сложности у iPhone начинаются при фотографировании людей. Он все-таки использует свои алгоритмы обработки лица. И потому фотографии с альфы кажутся более естественными и легко поддаются обработке. Но все же снимки с 15 Pro считаю очень годными. Кроме того, iPhone научился делать портретные снимки без использования портретного режима. В камере достаточно увидеть человека и животное. Или тапнуть по экрану на нужный объект и появится буква F. Это значит, что камера записала информацию. И фото легким движением можно превратить в портретные. И в этом кроется еще один интересный момент. Вы можете делать портретные снимки от 1х до 5х. Даже на iPhone 15 Pro. Делайте 3.5, нажимайте на объект. Он показывает F, записал информацию. Потом это все включаете. Кроме того, вам не нужно выбирать теперь Live Photo или портретное фото. И то, и то у вас получается с одного снимка. Это очень круто. Да, ошибки бывают. И ошибки очень грубые. Но это бета. Developer Beta. Ну, мой заметься с другой. Это все подтянут. Но возвращаемся к снимкам. iPhone умудрился в очень сложных локациях отработать куда лучше альфы. 14 Pro здесь вообще турист. Проигрывает во всех локациях без шансов. Днем он действительно никакой. Портретный режим на iPhone может конкретно ошибаться. Если фоткать на основу людей с большого расстояния. LIDAR нормально не определяет границы объекта. И создает вот такие грубые ошибки. Потому в подобных ситуациях советую включать 2Х и 3Х. Тогда ошибок будет минимум. А вот вечером в сложных условиях. Альфа может похвастаться лишь отличной детализацией. И естественной передачей тона лица в некоторых локациях. А так здесь доминирует 15 Pro. Все эти снимки мы оценили и выставили свои баллы. И знаете что? iPhone 15 Pro набрал столько же, сколько Sony Alpha. Да понятно, что Альфа фоткает в рот. Вы можете тянуть фотографии как захотите. Но это смартфон. Вы сфоткали и у вас уже готовый качественный снимок. iPhone очень близко подбирается к камерам. К тому же iPhone выдает очень стабильные снимки. Вы можете получить от него то, что ожидаете. Другие смартфоны да. Кто-то может фоткать в каких-то локациях лучше. Кто-то хуже. Но по стабильности с iPhone сейчас никто не сравнится. Кроме того, iPhone научился писать про рез лог. Еще и на внешний SSD. Что это значит? Вы записываете видео, которое никак не обработано смартфоном. Закидываете его в монтажку и можете красить как вам угодно. Это очень крутая фишка для профессионалов. Ну и конечно же наш стандартный видеотест. Снимаем 4К 30 кадров в секунду. Оба смартфона могут приключаться на шире. На X2 с оптическим приближением благодаря магии сенсора. И телевик трехкратный. Также можно зуммировать до X9. И посмотрим, насколько разница в стабилизации будет между 15 Pro и 14 Pro Max. Ну и обратно возвращаемся на основную камеру. И давайте немного пробежимся. Кстати, вот у нас солнце такое светит. Можно посмотреть, как работает экспозиция. Сколько смартфона хорошо отрабатывает. И как работает фокус. А если перевернуть камеры, то вы можете заценить, как они записывают человека. Вот в таких непростых условиях. И как, конечно же, пишут звук. Кроме того, iPhone научился снимать видео 4К 60 кадров на секунду. На все модули с переключением во время съемки. Да, вы скажете, что еще OnePlus 9 Pro умел переключаться на шире. Но тут шире основа телевик еще и с очень недурной стабилизацией. А если включить экшен режим и 60 кадров, вы можете снимать на телевик с очень крутой стабилизацией. Этой фишки ни у кого нет. Так, ну и чтобы не затягивать видео, очень быстро обсудим другие характеристики. Экран у нас практически не изменился. Тот же LTPO 2000 нит максимальная яркость и Dynamic Island стали лишь меньшими рамки, которые создают действительно эффектный передок. Который сложно с чем-то спутать. Кроме экрана, допилили и звук, который стал глубже детализирований и просто лучше. В остальном связь, Wi-Fi, там остальные мелочи. Они, да, тоже чутка потянулись. Да, давайте будем честными. iPhone не покупает из-за этого. iPhone в этом году это очень стабильное устройство. И он стал практически идеальным. Мы получаем сверхмощный процессор, который позволяет превратить смартфон в мини-консоль. Очень стабильную и качественную камеру. Ну и конечно же, невероятный внешний вид, который захватывает. Да, некоторые моменты в этом видео могут быть очень субъективными. И вы точно это все напишите в комментариях. Но я, как обычный пользователь, я как человек, который хочет стабильный качественный смартфон. Я выбрал iPhone 15 Pro. Пока.